В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Чудо-массажеры для глаз продавали псевдомедики Свердловской области престарелым жителям нашего региона. Трое злоумышленников попались полицейским в тот момент, когда готовились обмануть очередную жертву. Впрочем, гастролеров задержали и доставили в отдел полиции. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. 50-летний Валерий Косарезов легко входил в доверие к пенсионерам. Они не догадывались, что у него богатое криминальное прошлое, а научная степень выдуманная. В середине июля в компании своих подельников, таких же медиков, как он сам, мужчина продавал массажеры помощник ПМ для глаз и обещал чудодейственные результаты. Я задержан сотрудниками полиции по Кировской области за ряд мошеннических действий на территории Кировской области. Это Аммин, Орлов, Слободской и Котельнич. Компанию свердловских гастролеров задержали. С ними проводятся следственные действия. По некоторым фактам заведены уголовные дела. Уже установлены пять мошенничеств и один грабеж. В воскресенье вечером на Октябрьском проспекте столкнулись два автомобиля. По предварительным данным ГИБДД, 21-летний студент на Киосид хотел проскочить перекресток на красный сигнал. Однако в этот момент в него врезалась лада Гранта. После удара иномарка вылетела за пределы дороги и наехала на Ерево. В этом происшествии пострадал сам, вероятно, виновник аварии, а также два его пассажира. Раньше он оформлял нарушителя, а теперь оформили его. На улице Ульяновские активисты ночного патруля и сотрудники ТП задержали пьяного бывшего дорожного полицейского. Мужчина ехал на Ниве и не сразу остановился по требованию полицейских. Пьяный, трезвый? Трезвый. Просто долго ехали, как-то не подчинялись, вроде как показалось. Не было такого? Нет. Перед экспертизой Евгений сказал бывшим коллегам, что объяснять, как дуть волкотестер ему не надо. Он и сам все помнит. Сейчас за вождение в пьяном виде Евгению грозит лишение водительского удостоверения и штраф в размере 30 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова